В этом видео я хочу рассказать о своем переезде в Польшу. Я отвечу на вопросы, которые вы мне задавали в инстаграме по этому поводу. За 7 лет я уже много где работала в Польше, сменила 2 универа, поэтому думаю, что у меня есть чем поделиться. Как учила язык? Перед тем, как приехать, я учила язык 2 года польский. Я сама из Запорожья, я учила язык на курсах польского при университете, при ЗНУ. Там очень хорошие курсы, там дали хорошую базу по грамматике. Именно этим курсом я вам благодарна за то, что я умею писать правильно по-польски, склонять, подержи, вот эти вот все тонкости грамматические, которые некоторые поляки даже не соблюдают. Потом я ходила другой год на другие курсы, но это были такие больше репетиторства тоже в группе. Плюс сама я дополнительно брала книги польские на польском языке в библиотеке у нас запорожской, читала просто книги, смотрела какие-то видео на ютубе в польске, фильмы пыталась смотреть. Здесь уже в университете, когда учишься каждый день, то, понятное дело, навыки языка совершенствуются. Потом я пошла еще на работу, и там вообще уже разговорный язык стал намного-намного лучше. Поэтому я, на самом деле, советую всем готовиться перед приездом и не думать, что польский язык это какой-то суперлегкий. Вы будете договариваться с людьми, но это будет некрасиво, и вас уже будут воспринимать по-другому, когда вы некрасиво говорите. Тяжело ли переезжать, если плохо знаешь язык? Смотря с какой целью вы переезжаете. Если вы переезжаете на какое-то время, то, ну, конечно, не обязательно, наверное, учить язык. Но в любой стране будет тяжело, если вы не знаете местный язык. Учиться вообще невозможно, если вы не знаете. Ну, если вы на английском приезжаете учиться, то можно польский не учить, окей. У меня есть много знакомых, которые учатся на английском, и тут уже 4 года, например, живут, и до сих пор польский плохо очень знают. Ну, не знаю, мне так некомфортно было бы. Это уже каждый для себя сам выбирает. Если работать, то тоже, скорее всего, здесь без польского языка вы работу не найдете. Только если какая-то на фрилансе, то, окей, в магазине вам только понадобится польский язык или какие-то там документы. А если где-то работать именно оффлайн, то, скорее всего, польский язык очень будет нужен. Вопрос, почему Польша? Польша, первое, ближе всего к Украине. Второе, язык самый похожий. Третье, 7 лет назад было легче всего сюда приехать по учебе из всех стран за границей. Например, Чехия была как вариант, но там дороже, и язык сложнее, и она чуть дальше. В общем, это самый, как бы, легкий, оптимальный вариант. Плюс я здесь остаюсь, потому что мне здесь очень нравится. Мне нравится Варшава, мне нравятся, в принципе, поляки. Хоть многие говорят, что поляки там какие-то такие-сякие. Ну, очень похожий менталитет на наш, на самом деле. Поэтому я не возьмусь там как-то обсрать поляков. Мне здесь комфортно, мне здесь нравится. Нормально ли относятся преподаватели в вузах к иностранным студентам? Чаще всего иностранные студенты здесь учатся в частных университетах. В частных университетах 80%, если не больше, это студенты из Белоруссии и Украины. Ну, Казахстана тоже, это уже мячество. То есть эти преподаватели, они уже готовы, они знают, что они будут преподавать именно иностранным студентам. Поэтому относятся все отлично, без какой-либо предвзятости. Я лично с таким не встретилась. Будьте спокойны, если вы едете учиться, особенно в частные университеты. Преподаватели здесь очень хорошие. Мне очень нравятся польские преподаватели. В частных универах тем более преподают те же преподаватели, которые также преподают... Боже, сколько раз я сказала уже это слово в государственных университетах. Поэтому в частных университетах тоже хороший уровень. Главное, все зависит от вас. Если вы хотите учиться, то вы и в частном университете выучите все, что вам нужно. Стоимость аренды и где искать жилье? Есть ли схемы развода на деньги, как в Украине? Чаще всего здесь все ищут жилье на двух сайтах, на трех сайтах даже. Это Gumtree, OLX, Autodome. Также еще можно искать в группах в Фейсбуке. Что-то там я видела тоже в Инстаграме. Есть вот эти вот жилье в Варшаве и так далее. Вконтакте тоже есть. Но я вконтакте не сижу. В Инстаграм тоже с этой целью не использую, чтобы найти жилье. Поэтому я ищу только на сайтах жилье. Аренда. Не знаю, комнату вы снимете нормальную где-то за 300 долларов в месяц. Однокомнатную квартиру нормальную вы снимете где-то за 700 долларов в месяц. Примерно. Это очень примерно. Схемы развода есть. И знаете кем? Чаще всего это производится нашими же приезжими. Раньше так много развода тут не было. Сейчас, когда очень много наших и тех желающих подзаработать халявные деньги, приезжает тут контингент разный. Как интеллигентные люди, которые по-честному хотят заработать себе деньги, так и такие аферисты, которые хотят нажиться на ком-то, на чем-то незнании, доверии и так далее. Лучше всего снимать жилье у поляков, а не вот в этих группах. Опять же, я не смотрю в группах, потому что там очень много постят наших объявлений. Лучше смотреть на сайтах, там где фильтровать властитель, то есть хозяин квартиры, когда выставляет объявление, а не агентство, потому что агентство тоже берет какую-то дополнительную плату за свои услуги. Приятнее ли жить в Польше, чем в Украине? Да, я вообще считаю, что жить можно везде. Хорошо, комфортно. Самое важное, это наше какое-то внутреннее состояние. Но в плане инфраструктуры, чистоты, порядка, безопасности Польша по-любому выигрывает. Потому что здесь, например, я уверена, что если со мной что-то случится, то я могу пойти в полицию, я буду ей доверять. А у нас в Украине я вообще абсолютно не доверяю полиции. Может быть, что-то изменилось, я уже 7 лет там не живу, но там я не чувствую себя в безопасности. Даже вот когда приезжаю в Запорожье, даже типично, когда возвращаюсь откуда-то поздно домой, то мне стрёмно реально. Я там звоню по телефону, чтобы с кем-то говорить, потому что когда темнеет, мне реально стрёмно ходить, гулять там. Здесь у меня такого нет, я вообще не боюсь вечером возвращаться откуда-то. Только если я в каком-то стрёмном районе, типа Праги, потому что там чудиков много разных ходит. Плюс тут законы работают, если вы хотите свой бизнес, тут всё чётко, можете быть уверенным в налогах и так далее, что у вас никто не придёт, не заберёт ваш бизнес. Поэтому как бы здесь легче жить, если ты хочешь жить честно. Тут также чище улицы, всё сделано для комфорта человека, урбанистика просто на высшем уровне. Всё очень удобно для обычного жителя. То есть в этом плане по комфорту тут лучше 100%. Но я бы спокойно выжила бы в Киеве, например. Возможно, я когда-то и приеду туда жить, так как я люблю очень свою страну, Украину. Я никогда там не откажусь от своего паспорта, например, если у меня даже будет выбор. Способы переехать, кроме поступления в университет. Зарешать себе приглашение на работу. То есть вы можете приехать по рабочему приглашению. Если открываете тут бизнес, по приглашению в гости. Поляк может какое-то вам написать просто приглашение в гости к себе. То есть это уже с туристической целью. Но вот переехать чаще всего это или университет, или вам нужно рабочее приглашение. Нужно ли обязательно заканчивать 11 классов или ЗНО? Обязательно не нужно. Для поступления в польский университет не нужно ЗНО, но нужно закончить полностью школу. Так как вас просят предъявить аттестат и справку о том, что вы закончили школу. А ЗНО не нужно. Я не сдавала ЗНО. Хотя сейчас в Украине обязательно нельзя закончить неверо, вроде бы как без ЗНО. Это недавно вроде бы вели. Когда я переезжала сюда, то ЗНО не было обязательным, если ты не поступаешь в университет украинский. Поэтому я ЗНО не сдавала. И здесь оно не нужно. Какие есть нюансы и что особенно в Польше для тех, кто хочет туда переехать? Блин, честно говоря, особо тут нет никаких нюансов. Но нужно быть готовым к тому, что здесь очень много наших. Стараться хорошо выучить язык, чтобы поляки тебя воспринимали как человека, который приезжает, уважает их культуру, их язык. Они, как многие, болтелые, тут приезжают и вот такие на каких-то понтах орут, бухают. Прикалываются с поляков. Очень часто я такое слышу в магазинах. Какие-то мужики, типа, ну, не культура себя ведут. Но это не нюанс, это просто нужно быть культурным здесь, я считаю. Потому что мне часто стыдно за некоторых людей, за их общественное поведение. Как решилась переехать? Долго ли копила? Я, когда переезжала, ничего не копила, так как у меня здесь папа работал. Первое время он мне помогал платить за обучение и жилье. Но потом я уже там нашла работу и сама это все устраивала себе. Как решилась, я очень сильно хотела, наоборот, поехать на обучение в другую страну. После школы сразу хотела уехать из дома. Поэтому, как только мне предложили поехать, то я сразу же, не думая, согласилась. Вот серьезно. У меня было тогда 17 лет. Мне многие тут поляки спрашивали, когда вот только вначале я работала, «Как ты так, 17 лет, сама в другой стране?» Ну, я была с папой, в принципе. «Как ты решилась?» и так далее. Блин, я не знаю. Да мне вообще не было страшно. Наоборот, это прикольно, это интересно. Я просто была в полном, в полном захвате. По-украински, не знаю, по-русски сказать это. Хоть сейчас, я, глядываясь назад, думаю, фу, ну, так себе жутуха была. Ну, в плане, что там работа на каких-то работах таких студенческих, можно так сказать. Мало себе могла бы чего позволить. Но тогда я не чувствовала какой-то там безысходности, грусти. Мне было интересно познавать мир, устраиваться на любую работу, зарабатывать первые свои деньги здесь. Как насчет работы? Стоит ли сюда вообще переезжать? Ну, смотря какой работы. Работы здесь много на самом деле. Здесь постоянно открываются новые бизнесы. Поляков тоже много уезжает. Соответственно, здесь очень много для наших мест рабочих. Стоит переезжать, смотря какая у вас цель переезд, смотря кто вы по профессии. Если вам там совсем нечего ловить, то по-любому стоит, потому что здесь 100% будут какие-то новые возможности в плане работы, знакомств и так далее. Здесь очень любят, особенно для молодежи, здесь очень любят креативных людей. Даже если у вас нет опыта какого-то, у вас есть рвение, какие-то идеи, вы не стесняетесь об этом рассказать на собеседованиях и так далее, то таких людей очень любят работодатели здесь. То есть, важно себя проявлять. Поэтому стоит сюда переезжать, если есть желание открыть для себя другой мир. И если вас там ничего не держит, то я думаю, да. Но тоже здесь очень много наших людей. Знаете, где много конкуренции в плане работы? У всех, у многих здесь запрос. Я не знаю языка, у меня нет опыта и типа дайте мне работу какую-то. Вот таких людей здесь очень много, поэтому советую с языком приезжать. Стоимость жизни в Польше? Ну, примерно как в Киеве, мне кажется. Только у нас чуть-чуть дешевле рестораны. Ну, смотри, если ты снимаешь комнату, тебе нужно, например, 300 долларов в месяц. На покушать 200 долларов хватит 100%. Если очень экономить, можно и в 100 уложиться спокойно. Это у нас уже 500 где-то долларов, около 500. Да, зарабатывать можно 1000 долларов здесь. Это не минимум, это средняя зарплата здесь 1000 долларов. Одежда здесь в масс-маркете, например, дешевле, чем в Украине, чем в России. Тут классные секунды, поэтому можно одеваться дешево, в принципе, дешевле, чем в масс-маркете. И не значит, что хуже. Чтобы супер комфортно, ну, как бы комфортнее, чем 500, 700 долларов тоже бы хватало. Как ты нашла работу? Мою предыдущую работу я нашла на OLX. Если мне что-то нужно всегда, то я смотрю или на OLX, или на Gumtree. Есть еще тут сайт хороший, процуи.pl. Там очень много работ. Это именно для работы сайт, не как OLX и Gumtree. Плюс еще в группах в Фейсбуке. А вообще, я еще ищу работу на сайте RocketJobs. Там очень много предложений по работе в сфере маркетинга, рекламы и вот такого всего. Нужно просто стучаться во все двери, высылать много CV, ходить на собеседование. Возможно, это займет больше времени, чем вы ожидаете, но можно что-то найти, если вы интересный персонаж. И если вы креативные, у вас есть ржавение к работе, это все всегда вознаграждается вселенной. Где обучаешься и платно ли это? Я обучалась в частном университете. Первый университет был в Сполочной Академии Наук. Я его закончила, бакалавр, на факультете международных отношений. Специальность в бизнесе международных отношений, что-то типа того. Магистратуру я начала в коллегии Масивитас. На факультете, новая медиа, реклама, брендинг. И на последнем семестре я бросила университет, потому что началась корона. Мне не понравились наши онлайн-обучения. Плюс я нашла работу и я решила на себя, что написание диплома будет занимать слишком много времени, усилий. И я решила, что пока что я не хочу заканчивать универ. Я лучше заинвестирую свое время в более эффективные на данный момент вещи. Это были частные университеты, они были, понятно, деоплатные. На чем не стоит облажаться на первых порах, где могут обмануть? То есть, если вы заказываете от непонятно кого приглашение по работе, оплачиваете его, приезжаете, а вас там стопорят на границе и говорят, что это все липовая бумажечка. А если вы уже делаете приглашение по работе, нужно это лучше всего делать через какое-то знакомство, чтобы вы были уверены в том, что вас там не обманут. Плюс, когда вы приезжаете, вот эти разные агентства, которые говорят, что мы вам найдем работу, жилье и так далее. Здесь нужно быть очень осторожным, не платить им просто так деньги. На этом этапе больше всего людей обманывают. И люди приезжают потом или приезжают на какое-то место, где им сказали, а там нет ничего. Или там какая-то работа совершенно другая, чем как им обещали, говорили одно, а не приехали, а там какие-то бараки. Ну и когда жилье снимаете, да, нужно лучше всего искать от, беспосредственно от хозяев жилья. Сколько нужно взять с собой денег для переезда в Польшу? Ну, 1000 долларов, конечно, лучше всего взять, чтобы у вас было за первые, например, 2 месяца на жилье. Ну или даже 700 долларов подойдет, если сразу найти работу, то в принципе нормально. От 600 до 1000 долларов вам хватит, это если минимально. Куда обращаться за помощью с документами? Ну, на самом деле, если у вас есть основания, чтобы сделать карту по быту легальная, то есть у вас есть хорошая работа с контрактом легальным, или вы учитесь, или вы студент, да, то вы не нужно никуда даже обращаться, вы сами можете прийти и подать заявку в Ужонт на получение карты по быту, то есть временного вида на жительство. Но если вы хотите какими-то окольными путями взять, у вас нет, например, контракта по работе, а вам нужно сделать на жительство, то тут много тех, кто занимается документами, но тут тоже очень быть нужно внимательным, потому что на этом много мошенников, которые берут деньги и говорят вам, что у вас там будет через 3 месяца карта по быту, вам все разрешаем, в итоге вот так вот. Такие вещи нужно делать через знакомых, и то не всегда через знакомых, все четко. Тут очень нужно подходить внимательно к этому вопросу, давать деньги только проверенным людям. Есть ли тут архитектурные универы? Сложно поступить, что для этого нужно? Есть архитектурные университеты, это 100%, я знаю, есть хороший государственный архитектурный университет Вавроса, это как там училась моя подруга. Здесь в Варшаве, честно говоря, не знаю, прогуглите, пожалуйста. Что для этого нужно? Если государственный университет, то, скорее всего, там какие-то будут возможные экзамены вступительные. По-любому нужен польский язык, ну и вот эти все справки, что вы закончили школу и так далее. В общем, это нужно смотреть беспосредственно уже на сайте каждого из универов. Как адаптироваться в чужой стране? Я довольно-таки быстро адаптировалась, как и сказала, особенно когда пошла на первую свою работу, я начала больше общаться с поляками и стала более открытией, поэтому адаптировалась быстро. Плюс в моем универе в моей группе было очень много наших, поэтому поначалу мне не заставило сложности найти каких-то друзей, знакомых. Скучно мне не было, грустно тоже. Очень в адаптации помогает работа. Если вы едете как студент, то даже если вам не нужны, там, у вас есть деньги и так далее, то пойдите на работу лично, чтобы развивать какой-то свой навык общения, посмотреть, как это все происходит и улучшить свой язык. В общем-то, это все вопросы, которые вы мне задали. Если есть какие-то пожелания на тему разговорных видео, то пишите обязательно в комментариях. Я хочу снимать больше разговорных видео, потому что хочу делиться просто тем, что я уже нажила в свой жизненный багаж, а особенно на тему Польши, обучения здесь. Если что-то конкретное вас интересует, то задавайте вопросы. А также жду вас в своем инстаграме. А еще, если видео было хоть чуть-чуть вам полезно, поставьте, пожалуйста, лайк этому видео и подписывайтесь обязательно на канал. Субтитры сделал DimaTorzok